Всем знакомый сок. Сочный. Перед тем, как попасть на полки магазинов, он проходит долгий путь. Бобруйск овощи и фрукты из разных уголков планеты – Эквадора, Бразилии, Израиля и, конечно, Беларуси – поступают в виде концентрированного продукта для удобства транспортировки. Затем на предприятии «Оазис Групп» его восстанавливают. Для этого создается идеальный рецепт. После чего сырье проходит дополнительную обработку – это процесс дарации, удаление кислорода воздуха, процесс гомогенизации для продукции с мякотью, это для обеспечения однородной равномерной структуры и консистенции, и далее термообработку при температурах от 95 до 120 градусов. После соки и нектары охлаждают до 20 градусов и отправляют на розлив. В прошлом году «Оазис Групп» запустил линию с фруктовым пюре. Готовый продукт поступает в пауче горячим при температуре 95 градусов. Термообработку проходит не только сам новый продукт, но и упаковка. Затем охлаждение в специальной ванне. У сочного перекуса удобная мягкая упаковка и современный дизайн. Такой точно придется по душе малышам. Плюс это вкусно и полезно. Внутри только фрукты, никаких добавок и сахара. Один из основных этапов при создании продукта – анализ качества. Для этого на заводе работает лаборатория. Сок, нектар и пюре проходят три этапа контроля – сырье, производственный процесс и готовый товар. Здесь же проверяют герметичность упаковки. К слову, к детскому питанию требования особенно строгие. В анализы входят массовая доля сухих веществ, ПАЖ и кислотность. Все это должно соответствовать нашим стандартному ГОСТБ Белоруссии и международным стандартам. В прошлом году завод изготовил свыше 35 миллионов литров сока. Это не считая детской продукции. В нынешнем показатель еще больше. 19% идет на экспорт. Россия, Израиль, Молдова, Китай работает на предприятии больше 270 человек. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Хочу поздравить своих коллег и коллег других предприятий с Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Хочу пожелать нашим предприятиям дальнейшего процветания, роста, состояния и благополучия. А также всем сотрудникам пожелать крепкого здоровья в наше непростое время. Накануне праздника в Могилеве прошло важное для всей отрасли событие – «Дожинки-2021». Площадку у Дворца культуры заполнили ряды угощений, товаров и техники. Даже погода не помешала звучанию песней и звонких голосов. Механизаторы-комбайнеры, животноводы, агрономы, гостей сотни – чувствуют тех, кто внес весомый вклад в общий каравай страны. Наш агропромышленный комплекс на протяжении последних лет демонстрирует успехи, обеспечивает продовольственную безопасность страны, демонстрирует серьезный экспортный потенциал. Если говорить так, в общем, по некоторым оценкам мы по обеспечению продовольственной безопасности занимаем 23 место из 113 стран. Бобручане по традиции не пропустили события. Агромаш демонстрировал свои достижения. Здесь же и новинка – машина для выкапывания деревьев. Она, конечно, будет больше интересна лесникам и городским службам. Сейчас флагман сельхозтехники – это больше 150 видов продукции. Колесят они почти по всей Беларуси. 60% уходит за рубеж. В 50 стран мира – СНГ, Европа, Скандинавия, Африка. Холдинг – крупнейший производитель в сфере. Шесть площадок в разных уголках республики. Три тысячи сотрудников. Представились холдингом. Здесь мы представили наши посевные агрегаты. Это Брестский электромеханический завод, который вошел за последние два года в наш холдинг. И мы сейчас активно продаем наши посевные агрегаты, селки. Так что милости просим. Селки для зерна, для кукурузы, для рапса, для льна. Этот день напрямую посвящен труженикам села. Хлеб, мясо, молоко, овощи и фрукты на нашем столе – безусловно, их заслуга. Поэтому важно понимать будущее не только за технологиями, но и за теми людьми, которые работают в поле. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо всем труженикам сельскохозяйства и Могилевской области, в особенности за тот вклад, который внесли в продовольственную безопасность. Благодаря их старанию, их самотверженному труду мы имеем сегодня достаток на своем продовольственном столе. Имеем возможность сегодня подзалиться с соседними странами. Тем, кто в этом году отличился – премии и благодарности на главной сцене. Несмотря на погодные трудности во время уборочной, вклад Могилевской области в республиканский каравай – 1,150,000 тонн серна. Государство не оставило без поддержки. Парк региона пополнили 50 современных комбайнов. Карина Гуревич, Николай Селков, Максим Галенка, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.